А вот в 1937 году здесь уже насчитывалось более 120 летних и 9 зимних домиков. В 1949 году часть поселка включена была в состав Лиги, а уже в 1960 году другая часть Ветсаки также включена в состав города. Вот, сейчас мы попробуем припарковаться. Вперед там дорога на пляж была, по-моему. А вот в 1937 году здесь уже насчитывалось более 120. Какая прелесть. Более 100 летних и 9 зимних домиков. Вот, в 1949 году часть поселка включена была в состав Лиги, а уже в 1960 году другая часть Ветсаки также включена в состав города. Вот. Сейчас мы попробуем припарковаться. Вперед там дорога на пляж была, по-моему. Здесь много кафе, закусочных по этой улице, по следующей, параллельной. Вот наверху просвет, это уже выход к морю. Ну, к заливу. Вперед там пивные бары кругом. Слева, справа. И тишина. Кругом где луны, холмы. Пойдем наверх. Я вам показывала колонку на Кукушкиной горе в том парке. В этом тоже есть вот такая колонка. Внизу можно ноги промыть, можно собаку напоить. Есть кнопка наполнения воды. Здесь можно с собой взять водичку, попить на месте. Так, мы рано, рано выехали. Народу нет. Пойдем наверх. Так, парковка стоит 2 евро. С 8 утра до 8 вечера. Это, конечно, шикарная расценка. Вот. Променады. Кафе. И впереди уже спуск к морю. Да. В жару здесь хорошо. Под зонтиком. На свежем воздухе. Ну вот мы и приближаемся уже к пляжу. Вот. Очередное кафе. Уже слышен шум прибоя. И в настоящее время в Эцеке продолжают оставаться одним из любимых мест летнего отдыха жителей Риги. Пляж оборудован. Можно наверх подняться в кафе. Можно здесь. Так. А вот это копия скульптуры Игоря Васильева на море. Вот такая кафе двухэтажная. Так. Далмар. Там детская площадка даже. Да. Для детей. Взрослые пока пиво пьют. Сейчас сниму. С 2014 года в мае проводится праздник в Эцеке. Вот. Курить нельзя. Видишь, сигареты затушили. Вот такой знак, что на пляже курить нельзя. Запрещается. Сейчас подойдем к водичке. Длина пляжа около трех километров, а 700 метров из них зона активного отдыха. Вот. Кабинки я показывала там. На пляже есть переносные туалеты, передвижные вернее. Пляж был удостоен голубого флага с тысяча, с 2008 года. Лишь в 2017 году остался пляж без флага из-за обилия синих водорослей. Вот такой вот план пляжа Вецаки. Такой он пляж. Зона активного отдыха, как я уже сказала, 800 метров. Кабинки, деревянные настилы. С той стороны у нас Рига, а дальше заливе Йормала. А вот в эту сторону уже к северу Царникова. И дальше залив пойдет до Эстонии. Такой пляж. Немножко с утра было пасмурно, а сейчас временами солнышко проглядывает. Пойдем на волну полюбуемся. Вецаки с конца XIX века известен как курорт. А в городскую черту включался, я говорила, уже, наверное, в два этапа, в 1949 и 1960 годах. в 1797 году, то есть в конце XVIII века художник Иоганн Кристоф Броце запечатлел окрестности старой Даугавгривской церкви и поселок Вецаки. В поселке находилось всего семь домов. Ох, как разлетались вороны и чайки. Ах, кормят, поэтому семь домов и жители кормились рыболовством. Про Броце я рассказывала, что он запечатлевал всю историю Латвии. Когда в Старой Виге мы гуляли с вами, я показывала училище, в котором он преподавал. Вот, как раз напротив трех братьев на той улочке. Нынешние в Эцаке родились благодаря участию предпринимателя и политического и общественного деятеля Августа Домбровского. Получив разрешение от императорского правительства на использование этих земель, тогда земли принадлежали империи российской, вот, в 1898 году началось строительство первой купальни. а в следующем году построена первая дача, которая принадлежала рижскому сумному врачу донтисту, и это было началом курорта. И уже в 1914 году в поселке насчитывалось 105 летних домов и спасательная станция. Сообщение с Ригой осуществлялось пароходом, который курсировал почти ежечасно вот из Риги сюда. Во время Первой мировой войны почти все здания поселка сгорели, но в последующие годы курорт восстановился, чему способствовало проведение железной дороги. И в 1933 году открылась станция Ветцаки. В 1937 году здесь уже насчитывалось более 120 летних дач и 9 зимних домиков. Красивый свежевоздух. А чайки отдельно у них своя диаспора, отдельно от ворон. А это вот места обозначены приливом. Сейчас был отлив, вода ушла и во время прилива опять поднимется вот до этих границ. Красиво здесь, хорошо. Но мы в Ветцаке редко ездим, только когда гостей возили сюда по всем пляжам нашим. в основном Бульупы такой же залив, бесплатные парковки и в черте Риги. Кстати, в Ветцаке тоже в черте Риги считаются. Там уже пляжный волейбол ребята играют. Хорошо и дышатся в той границей в той стороне граница Латвии с Эстонией. А в эту сторону устье Даугавы, Рига и дальше Йорбола. Красиво, хорошо. Спасибо вам, ребята, за нашу совместную прогулку. Хотелось бы посмотреть еще дворец этого Домбровского мецената. Мы там неоднократно были и тоже так же все время только с гостями. Когда приезжают гости, хочется показать им красивые места Латвии. Все. Ну, а с вами мы будем прощаться под шум прибоя Рижского залива. Солнышко так и не хочет пробиваться сквозь облака. Вот так вот где-то местами небо виднеется, но в той стране ближе к северу почище небо. Там наверняка и солнечно. До свидания, дорогие мои. Заходите, не забывайте и обязательно ставьте лайки. Я абсолютно всем ставлю лайки, ко всем захожу, всех благодарю. Будьте взаимно вежливы. Мне ведь так приятно видеть ваши лайки. До свидания, будьте здоровы, я вас обожаю. Народ уже собирается. Вот такие дюны высокие. Сбираться на них, конечно, сложновато. Мы сегодня уже в земель балазмы не поедем. Устали ножки. Вот. В следующий раз посмотрим творение этого знаменитого нашего Аугуста Домбровского. идем на парковку и поедем домой. Все равно у меня желание было подняться на башню во дворце Домбровского в парке. Но сегодня солнечного нет такого яркого света, чтобы можно было осмотреть устье, устье долговые. Вот. Пойдем вниз.